Работа форума прошла на четырёх дискуссионных площадках. Участники обсудили программу капитальных ремонтов и переселения граждан из аварийного жилья, строительство доступного жилья и реализацию госпрограмм и механизмов поддержки строительного комплекса Москвы и Московской области. Я работала на площадке номер два, которая называлась «Приобретение доступного жилья». Вы знаете, работа площадки оказалась очень конструктивной. На данный период времени очень многие молодые семьи хотели бы взять ипотеку, но у них нет возможности внести первоначальный взнос, который на данный период времени составляет около миллиона рублей. Поэтому этот вопрос является очень важным. И второй вопрос, ключевой, это снижение ипотеки до 7%. На другой площадке обсуждалось повышение эффективности системы управления многоквартирными домами, а также формирование конкурентного и открытого рынка предоставления услуг в сфере ЖКХ. В основном мы рассматривались такие частные вопросы по ТСЖ, на примере своих товарищей. Был вопрос, свое видение управления многоквартирными домами давали собственники, которые входят в ЖСК. Предложения высказались по ходу дискуссии о лишении лицензий управляющих компаний, так называемых нулевых лицензий, которые получают недобросовестные управляющие компании с целью перепродажи таких лицензий. Мы будем плодотворно дальше работать с Министерством строительного комплекса и ЖКХ Российской Федерации, чтобы все нормы, законодательства, которые будут введены, либо уже были введены ранее, работали действительно на благо потребителей или добыт, действительно работали. Они зависали и потом отменялись. В рамках пленарного заседания форума выступил председатель партии, премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он сообщил, что по результатам форума будут подготовлены поручения правительству. В перспективе лучшие идеи участников этой встречи войдут в предвыборную программу партии «Единая Россия». Наталья Буслаева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. А в нашей студии сегодня заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия», руководитель исполнительного комитета Ольга Владимировна Кузнецова. Вчерашний день для вас прошел плодотворно? Даже очень плодотворно. Наша делегация была участниками форума «Городской развитии», «Жилье» и «ЖКХ». Ольга Владимировна, а что такое азбука ЖКХ? Можете рассказать поподробнее? Азбука ЖКХ – это один из проектов, который разрабатывается партией «Единая Россия» в рамках Гражданского университета. То есть, допустим, общедомовые нужды. Отчисления у нас происходят на эти нужды регулярно и постоянно. Не каждый человек понимает, для чего это нужно, куда это нужно, куда это идет, и как это расходуется, и насколько правомерно, и в тарифах используют управляющие компании, взимая эту плату у нас. На форуме присутствовал Дмитрий Медведев. Да, Дмитрий Анатольевич Медведев, в общем-то, возгладил наш этот форум, да, и он подвел итог. В итоге встречи он зачитал нам резолюцию, которая родилась на четырех площадках на этих. Резолюция, затягивающая все практические вопросы развития городской инфраструктуры, города развития, жилищно-коммунального хозяйства. И эта резолюция, в общем-то, ляжет в основе предвыборной программы депутатов, выдвигающихся в Государственную Думу в 2016 году. Спасибо большое, Ольга Владимировна.